В эти дни на базе Адыгейского государственного университета проведена профилактическая акция «Подросток и закон». В ней приняли участие сотрудники правоохранительных органов, руководство и представители Комитета по образованию городской администрации, а также учащиеся старших классов нескольких школ в Республиканском центре. Встреча была посвящена вопросам профилактики подростковой преступности, детского дорожного травматизма и комплексной безопасности. Об особенностях правоприменительной практики в отношении лиц, не достигших возраста совершеннолетия, рассказал заместитель начальника полиции по охране общественного порядка отдела МВД России по городу Майкопу Каплан Хоака. Он отметил, что сотрудниками органов внутренних дел регулярно проводятся встречи как с подростками, так и их родителями. По его словам, очень важно своевременно выявлять ребят, которые могут приступить закон и всеми способами не допускать совершения подростками правонарушений. Для наглядности, школьникам были продемонстрированы специально подготовленные видеоролики, показывающие, как может измениться жизнь человека при совершении противоправного деяния. Информацию о профилактической работе, состоящей на учете детьми и их родителями, до присутствующих довели инспекторы по делам несовершеннолетних. Полицейские акцентировали внимание на том, что, совершая правонарушения, мало кто из молодых людей задумывается о последствиях, а результат – исковерканная судьба. В республиканском центре продолжается практика проведения занятий с профильными полицейскими классами. С начала учебного года школьники побывали в нескольких службах и подразделениях ведомства. Об основных направлениях своей деятельности ребятам рассказали сотрудники миграционной службы, участковые уполномоченные и специалисты-кинологи. А на днях их познакомили с работой пресс-службы. Подробности в материале Вадима Агаркова. Старшеклассники впервые посетили административное здание республиканского МВД и в самом начале до них довели информацию о подразделениях, которые несут здесь службу. Затем заместитель начальника отдела информации и общественных связей, подполковник внутренней службы Андрей Абакумов провел для школьников лекционное занятие. Он рассказал об истории создания пресс-службы, ее основных задачах и роли в информационном обеспечении деятельности органов внутренних дел. В качестве примера, подтверждающего высокий уровень профессионализма сотрудников отдела, школьникам показали видеосюжеты из телевизионных программ, подготовленных пресс-службой. Продолжилось мероприятие, небольшой экскурсии по кабинетам с занимаемым подразделениям. В ходе общения сотрудники рассказали ребятам о том, насколько многогранна работа в пресс-службе. В разное время они принимали участие не только в профилактических и иных акциях. Нередко приходилось фиксировать мероприятия, проводимые оперативниками при задержании опасных преступников, и выезжать на место дислокации сводного отряда полиции в северокавказский регион. Самые смелые из ребят попробовали себя в роли корреспондентов. Они записали комментарии о своих впечатлениях от увиденного. Сегодня было очень интересно, мы с классом узнали много нового, было очень трогательно, вот это видео, которое сегодня нам показывали. По словам школьников, это не совсем обычное занятие дало им возможность понять, насколько ответственна и в то же время интересна работа отдела информации и общественных связей МВД по республике Адыгея. Вадим Агарков, Андрей Абакумов, Вячеслав Караков и Денис Вегерчук. Программа «Объектив-02». Сотрудники отдела МВД России по Тахтамукайскому району раскрыли кражу с крупным материальным ущербом. При этом полицейские не только задержали злоумышленника, но и помогли обнаружить похищенное им дорогостоящее оборудование. Его вернули законному владельцу, однако если потерпевший не сделает выводов и вновь оставит станки без охраны, кража может повториться. Это преступление было совершено в октябре текущего года в Тахтамукайском районе. Тогда владелец предприятия сообщил в полицию о том, что неизвестные с территории строительной организации похитили оборудование. По данному факту было возбуждено уголовное дело. К работе по раскрытию кражи подключились наиболее опытные оперативники уголовного розыска районного отдела полиции. В результате им удалось выйти на след подозреваемого. Помогло оперативное чутье и навыки работы по таким уголовным делам. В ходе оперативного мероприятия по розыску похищенного было установлено, что данное оборудование было сдано на пункт приема лом металла, также расположено в поселке Энэм. Строительные инструменты были изъяты и возвращены владельцу. Затем был задержан и сам подозреваемый, 28-летний житель поселка Энэм. Следователи вернули оборудование законному владельцу, но при этом предостерегли его от безответственного отношения к сохранности имущества. Одной из причин и условий совершения данного преступления явилось то, что данная территория, на которой находились контейнеры, не охранялась, не была огорожена ничем. Находились прямо вдоль дороги. Собранные полицейскими доказательства вины подозреваемого легли в основу обвинительного заключения. Уголовное дело направлено для рассмотрения в Тахтамукайский районный суд. Санкции статьи, по которой подозреваемый привлекается к ответственности, предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Сотрудники госавтоинспекции при анализе причин и условий, способствующих происшествиям на дорогах, отмечают несколько факторов. Один из них – недостаточная видимость. Возникает она при плохих погодных условиях и слабой освещенности, но нередко водители сами создают себе дополнительные трудности. Речь идет о нарушениях правил тонировки автомобильных стекол. О том, насколько это опасно и какие меры предпринимаются полицейскими для борьбы с нарушителями – наш следующий материал. Законодательством не запрещено тонировать стекла автомобиля. Однако при проведении этой процедуры важно помнить о соблюдении основного требования – светопроницаемость пленки должна быть не менее 70%. Если данный показатель ниже, то вы нарушаете правила дорожного движения. Я один раз гнал просто такую машину с затонированием стеколами впереди и по бокам. Очень сложно ездить. Очень сложно, глаза вот такие, выкат. Так что я бы всем сказал, что с пленкой. Но я лично всегда снимаю. Мероприятия по выявлению фактов эксплуатации транспорта с превышением норм тонировки ежедневно проводятся на всей территории Адыгеи. За 10 месяцев текущего года сотрудниками ДПС выявлено более 26 тысяч водителей, допустивших такие нарушения. За данное нарушение предусмотрен штраф в размере 500 рублей. В случае, если водитель не устраняет данное нарушение на месте, то есть отказывается удалить тонировку со стекол, инспекторы ГИБДД выписывают ему соответствующие требования. Если через сутки данный гражданин будет остановлен сотрудниками ДПС и данное нарушение будет не устранено, будет доставлен в ближайшую ОВД по статье 19.3 неповиновение, за которое предусмотрен арест до 15 суток на усмотрение судей. Увеличение числа затонированных машин госавтоинспекторы связывают в том числе и с определенным смягчением наказания за данный вид правонарушения. Ранее с транспортного средства, имеющего чрезмерно затонированные стекла, сотрудники ГИБДД снимали госномера. Сейчас эта мера не применяется. В настоящее время активно обсуждается вопрос увеличения штрафов. Эту меру поддерживают и граждане. Штрафы должны быть уровня примерно четверть, может быть половина месячного дохода гражданина. Тонировка на стеклах в большей степени это декоративный элемент. Подумайте, стоит ли он денежных штрафов и возможности провести за решеткой две недели. И еще, если вы совершите наезд на человека на пешеходном переходе, чрезмерная тонировка будет признана отягчающим обстоятельством в уголовном деле. Поэтому, прежде чем затемнять стекла, еще раз задумайтесь, ведь главное на дороге – безопасность. Полиция завершила расследование уголовного дела в отношении обвиняемых в кражах дорогих автомобилей. Фигурантами многоэпизодного уголовного дела, возбужденного в 2016 году, стали двое жителей Майкопа. Их задержали в ходе масштабной операции, проведенной сотрудниками полиции Адыгея совместно с коллегами Ставропольского края. К хищениям злоумышленники готовились планомерно и тщательно. Об этом свидетельствует большое количество изъятых отмычек, а также электронных и вспомогательных устройств. А началось все с того, что в мае текущего года в органы внутренних дел поступило заявление от жителя республиканского центра. Мужчина сообщил, что у него похитили автомобиль Toyota Land Cruiser. И по данному факту было возбуждено уголовное дело. В результате проведения комплекса оперативных и следственных мероприятий, полицейским удалось установить место, куда был угнан похищенный внедорожник. Первоначальными мероприятиями автомобиль, который был угнан, похищен в городе Майкопе, в течение двух-трех суток был обнаружен на окраине города Майкопов, так называемый отстойник. Изучая почерк работы угонщиков, оперативники пришли к выводу, что злоумышленники пользуются профессиональным оборудованием для вскрытия машин и отключения систем безопасности. Обычно в ночное время суток, в наиболее подходящее время, когда отсутствуют и очевидцы, возможные очевидцы и свидетели, они с помощью сканера, который считывает сигнал для вскрытия запирающих механизмов и запуска двигателя, с использованием такого сканера они заводили автомобиль, после чего угоняли. В ходе дальнейшей работы оперативники получили информацию о том, что кражу могли совершить участники преступной группы. Ими оказались жители Майкопа в возрасте 40 и 44 лет. На территории Ставропольского края, проведенными мероприятиями, точное местонахождение фигурантов было установлено и были задержаны. Общий ущерб от действий злоумышленников составил более 14 миллионов рублей. В настоящее время оперативники и следователи завершили сбор доказательств причастности подозреваемых к инкриминируемым деяниям. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Майкопский городской суд.